День за днём День за днём Пойду, наверное, на подводку писать Здравствуйте, дорогие друзья С вами снова программа День за днём И сегодня мы на мероприятии Российской кинологической федерации Как только Саша снял первый дубль В стиле сам себе режиссёр Я нашлась И мы, поделив поровну съёмочную бригаду Вновь разошлись в разные концы павильона В поиске самых-самых чемпионов Василина предупреждала, что мероприятие Уникальное ввиду того, что в нём Принимают участие только лучшие Российские собаки А коль скоро здесь лучшие из лучших То общаться с ними одно удовольствие Заводчики с радостью хвастаются питомцами А собаки, чувствуя пристальное внимание Ведут себя, как настоящие звёзды Впрочем, почему как? Девушка, если вы хотите что-то сказать Дождитесь вопроса, пожалуйста Она звезда Звезда? Да Камеру, ноу-кота, ноу-кота Я такая вся в вуале Да Вы знаете, я вот когда увидел Вашего питомца Для себя бы определил, как белый бим, чёрная точка А на самом деле он кто? На самом деле это аргентинский ток С моноклем И в просторечии мы их называем пиратами Да, вот насчёт вот этих пятнышек У них немножко такое пиратское выражение мордочки То есть у них у всех вот такие одинаковые пятнышки? Нет, нет, нет Обычно они полностью белые Но иногда рождаются такие вот щенки с пятнышками Пятны всегда разного размера и разной формы Поэтому такая уникальная черта этой собаки А на что-нибудь претендуете сегодня? Или так точно познакомиться? Нет, нет, нет Она ещё маленькая Она пришла ознакомиться, что называется Социализироваться на выставке У нас первая выставка ещё только через месяц Но надеюсь, что в следующем году Мы сможем выступить на Золотом Мошеннике Новых друзей уже завели здесь? Конечно, конечно Ей очень любопытно Потом на выставках Это заметно, да Да, на выставках такого ранга Все собаки в большинстве своём воспитаны И она имеет возможность пообщаться с другими питомцами Похвастаетесь успехами? Здесь Рада Акси «Лучшая сука» Рада резерв «Лучшей суки» сегодня Уступили нашим друзьям, таким же заводчикам, собачатникам А вот смотрите, следующий год у нас год собаки, да? Наверняка многие люди сподвигнутся к тому, чтобы приобрести собаку, взять собаку в дом А какой совет вы могли бы дать начинающим собачникам? Читать книги, выбирать породу под себя Не брать пород, которые ты не понимаешь и не знаешь Чтобы потом не отдавать и не пристраивать Это очень большая проблема, когда собак бросают, потому что они не похожи Аксюша, аксюша, куда они ко мне? Иди в кадр, звезда Вот они две Поэтому мы выбирали специальную собаку Такую породу, чтобы нам было приятно с ними и хорошо Несомненно, все собаки на этом шоу – звезды А этот очаровательный песик уже объездил почти полмира Эта собака чемпион многих стран уже Он, естественно, чемпион России Он чемпион Германии Чемпион, если не ошибаюсь А чемпион Чехии У него, по-моему, в копилочке стран 12-15 уже Ничего себе Вообще наши собаки, наши российские корги Они славятся своим экстерьером И много у нас собак У нас есть чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы крафта Как бы собаки известные Может, вы и догадались, но тем не менее скажу Василина изучает породы небольших собак В попытке подобрать себе питомца Ну что же, поможем коллеге Моя соведущая, Василина, обожает русских тоев Она решила их завести себе Что вы можете посоветовать ей? Ну, это прекрасная порода Порода в этом году была окончательно принята и в ЦИ На последний генеральный ассамбель И порода маленькая То есть ее можно заводить как в маленькой городской квартире Так и в доме Можно везде брать с собой Пускают самолеты в гостиницы Позитивные, любвеобильные Очень привязанные к своему хозяину собаки А как охранники? Они работают? Ну, вообще, русский той Это собака-компаньон Поэтому какая-либо агрессия Она должна быть, конечно, исключена Некоторые той Они изображают из себя маленьких охранников Но это скорее проблема воспитания Все-таки то и не охранная собака То это собака для души Для дома, для любви, для семьи Что ваш питомец? Чем похвастаетесь? Это Майя Клуберина из Ревьера Майя Она сегодня выиграла лучшего представителя породы На выставке «Золотой ошейник» Она чемпионка мира этого года В Лейпсиге стала чемпионкой мира Лучшим представителем породы Юная чемпионка мира Юная чемпионка Европы Прелестно Просто Как может столько званий Поместиться в такой маленькой собачке? Да, вот сама у тебя Скажите, а ошейничек-то вы получили золотой? Золотой ошейник Получает только победитель всей выставки Да? Да, для этого нужно А вы его видели? Он действительно золотой? Ну, в руках не держала, видела Говорят, что да Примерно он какой по размеру? Я думаю, что Ну, я думаю, что ее притянет к полу, скорее всего Да, вот мне просто тоже интересно Если ошейник стандартный То как бы он и на больших собак, и на маленьких Если вдруг мы его выиграем Обязательно покажем и расскажем Мы вам желаем его выиграть Спасибо, что вы могли прийти к нам И показать его нам Спасибо, спасибо С наступающим Спасибо и вас У хозяйки Ирины и Хендлера Екатерины На выставке участвуют две польские подгальянские овчарки Маркизу нет еще двух лет А титулов у него... Он чемпион России Дукратный чемпион РКФ Чемпион Венгрии Винер дерби Нордик Винер И чемпион Финляндии Зуза гораздо старше И, соответственно, титулованнее Но, думаю, Маркиз ее быстро догонит Она более титулованная собака Она старше гораздо Она не очень давно стала мамой Да, 6 месяцев еще Но при этом уже в хорошей выставочной форме У нее... Очень много стран Очень много стран Она одна из титулованных суб У нее чемпион мира действующий Закрытый в Германии месяц назад Достаточно известная собака И, значит, Россия у нас полностью закрыта У нее более 20 сацибов Это достаточно высокая оценка для собаки У нее все практически страны Европы закрыты Прибалтики, Скандинавия, только Финляндия закрыта Она первая и единственная сука на сегодняшний день Имеющая в нашей породе Польской породе Чемпиона Польши на территории России Полтора века назад Первая собачья тусовка вызвала большой интерес Она начала быстро распространяться Сначала в Бельгии, потом в Германии, затем в США На сегодняшний день собачьи выставки слегка изменились Однако интерес к какому мероприятию остался прежним Первый золотой ошейник прошел в 1996 году Это масштабное мероприятие уже давно зарекомендовало себя как одно из лучших На шоу чемпионов важно отметить очень неплохой призовой фонд По нашей доброй традиции мы вручаем победителю золотой ошейник Который изготовлен специально по специальным лекалам традиционно для собачки-победителя И автомобиль от нашего спонсора Вице-президенту Ой, президенту, извиняюсь Вице-победителя, второе место Мы вручаем серебряный ошейник И прицеп И, конечно же, приз президента Это собака Которая получит приз От президента Не за какие рабочие качества Только потому, что эта собака близка по духу Вот и я, помогая Василине, продолжаю искать породу, подходящую ей по духу Всем известно, что я на глаз определяю легко породы Я просто прославился уже практически этим Эту собачку я определил как Перри Бассетт, не до Бладхаун А на самом деле? Собоэсо Испаньол, испанская гончая Как-то я себе раньше представлял, что гончая должна быть, наверное, более длинноногой, там, не знаю, или что-то, нет? В Испании с ними охотятся на кабанов и косуль, на тяжелую дичь Вот так? Да Красавчик То есть охотник тот еще, да? А здесь какие успехи? Ну, мы лучшие представители породы А вы здесь, правда, единственные? Единственные Ну, у нас вообще в России 8 штук Всего 8? Да, вот кобель, сука и щенки их Перед вами восьмое чудо света Восьмой Собаки от маленьких до больших участвуют в этой выставке Для Ирины ее борзая это добрая, верная собака и настоящий защитник Расскажите про своего ирландского волкодава Он такой большой и иногда даже так страшновато рядом с ним находиться На самом деле это очень добрая собака Ну, хотя Раньше про нее говорили Ягненок в доме в схватке лев А еще говорили Если погладишь мил да хорош, не погладишь, костей не соберешь То есть для друзей Это очень хорошая, совершенно диванная Плюшевая собачка С чем вы сегодня уезжаете с выставки? Мы сегодня вторые В ринге чемпионов Вот Первое место занял тоже пес из нашего питомника Так что, в общем, питомник наш в призах Как вы уже знаете, в нашей команде есть четвероногий корреспондент Ая РКФ оценила ее честный журналистский взгляд И наша Ая была удостоена специальной награды федерации Рады, что у нас в рядах такой необычный информационный партнер Освещает наше мероприятие И мы хотим вручить, во-первых, вот такую пресс-карту Ае Хотим поблагодарить вас Вот, теперь она стала Такой Памятная плакетка вам Вот такой медальон Это награждение от Российской кинологической федерации Стало для нас несколько неожиданным А еще одна неожиданность ждет вас В нашей программе Сегодня мы подведем итоги нашего новогоднего конкурса Поздравлений Не переключайтесь При помощи магии телевидения мы перенеслись в офис телекомпании «Пес и компания» Именно здесь, сейчас мы подведем итоги конкурса новогодних видеопоздравлений И путем голосования на нашем сайте было выявлено три победителя Которые получат подарки от телеканала «Пес и компания» Музея собаки и поставщика кормов супер премиум класса компания «Валта Пэт Продактс» Ну а прежде чем мы назовем вам имена троих счастливчиков-обладателей супер призов Я хочу поздравить Алину из города Москвы и ее говорящего английского бульдога Синди Этот поощрительный приз твой Привет, дорогие телезрители канала «Пес и компания» Меня зовут Алина, а это мой английский бульдог Синди В этом видео мы решили вас поздравить с Новым годом Я в свою очередь хочу пожелать вам счастья и здоровья Чтобы ваши собаки радовали вас каждый день Кстати, Синди тоже хочет поздравить с Новым годом своих сородичей Друзья, я вас поздравляю и желаю вам точно так же счастья и здоровья А также хочу пожелать много лакомств и много игрушек С Новым 2018 годом, годом собаки И почетное третье место занимает Галина из Ростова-на-Дону и ее питомец Цезарь С Новым годом, друзья! Я очень спешил, торопился как мог Я важную выполнить должен задачу Доставить подарок, большую удачу Второй мой подарок – огромный успех А третий – веселый и радостный смех Я эти подарки сегодня вручаю Во всем помогать целый год обещаю На втором месте Анастасия и Джессика со своими поздравлениями С Джессикой приветствуем всех зрителей нашего любимого телеканала «Пес и компания» По китайскому календарю наступающий 2018 год – год желтой собаки Мы с Джессикой хотели бы поздравить вас, зрителей и самые лучшие хозяева С наступающим новым 2018 годом! Тогда не унывайте из-за неудач и помните, что у вас все всегда получится И приз за первое место отправляется В Самарскую область, в село Малячкино К Александру и его собаке по кличке Дамка Поздравляем вас! Поздравляем телезрителей и телеканал «Пес и Ко» с 2018 годом – годом желтой собаки Желаем телеканалу новых телезрителей, а самим телезрителям в новом году счастья, любви, здоровья С Новым Годом! Наша компания рада поддержать ваш новогодний конкурс и вручить победителям замечательные подарки Это итальянская торговая марка «Кормов» с суперпремиум классом А также лакомства нашей собственной торговой марки «Нямс» Вкусное лакомство для собак Поздравляем телезрителей с Новым Годом! До встречи на телеканале «Пес и Компания» в новом году – году собаки!